Скоро в твоей жизни произойдут перемены, которые изменят всё. Готова ли ты узнать, что это за перемены? Давай сегодня мы сделаем с тобой расклад важные перемены и какие они будут, да? И прежде чем начать, я хочу сказать тебе. Вот ты сидишь дома, одиноко тебе, да? Ты считаешь, что у тебя ничего в жизни не происходит, тебе скучно, тоскливо. Так заходи в магический чат. Ссылка на него в первом посте на Boosty. Ссылка на Boosty я оставлю в закреплённом комментарии. Потому что, знаете, я много читаю комментариев ваших под всеми видео. И под старыми, и под новыми. И многие жалуются на судьбу свою. Многие девочки, которые пришли в магический чат, они там очень давно. И многие говорят, вот моя жизнь изменилась, я начала более открытой быть. Вам Анна дала проживание арканов, марафоны, да? Есть марафон на обретение самооценки женской, есть марафон денежный. То есть вот эти курсы, они очень сильные. И они вот в магическом чате, да? И вот я не знаю, вы скажете, меня можете поругать и так далее. Но я скажу, вам даны инструменты. Но вы ничего не делаете. Вы предпочитаете говорить, что вам плохо. Но никак из этого плохо вы не пытаетесь выйти. И многие при первых трудностях проживания арканов, они наступают прям в шуте, да? В первом аркане проживания. И они сбегают. Ну так всю жизнь же будете сбегать. Смысл вот этот сидеть в жертве. Начните что-то делать для того, чтобы выйти из этого. Вам даны сильные инструменты. Я практически в каждом видео это говорю, вас зову проживание, да? Но вы вот хотите изменить свою жизнь, да, в лучшую сторону. Но вы ничего для этого не делаете. Так начните делать. Вот тебе плохо, ну так пойдем проживание. Проработай это все. Там подробные инструкции, да, сказаны. Что делать, как делать. Медитации, практики и так далее. Все есть, пожалуйста. Нет. А многие, а это 50% примерно, предпочитают, как сказать, сидеть и плакать над жизнью. Ничего для этого не делать, потому что удобно. Удобно. Это ваша зона комфорта. Сидеть, плакать. Ну для чего? Зачем? Какой смысл в этом? Или там многие девочки тоже в комментариях пишут. Я вот жду, я не уверена в себе. Или там я страдаю и прочее, и прочее. Ну так а чего страдать? Какой в этом ресурс? Так пойди в проживание, проработай в магическом чате. Найди себе друзей. Магический чат, там сейчас вот только добрые люди. Они делятся переживаниями, друг другу советы дают. Ходят вместе в курсы, которые в библиотеке есть. Они общаются. Из них, вот из них, 90% девочек, они были закрыты. Ну то есть люди, которым тяжело начать общение, да. Люди, которым, у которых там нет подруг. Так вот вам все. Вам дано вот марафоны от Анны, да. На поднятие самооценки, чтобы ты подняла свою самооценку и нашла ты, например, мужчину, который будет ценить тебя. Это же не счастливый случай нужен для того, чтобы найти какого мужчину. Это просто нужна твоя здоровая самооценка. И проработать нужно вот в проживании, да, свою, ту самооценку, которую тебе убил бывший партнер, да. Так подними, пожалуйста. Вот тебе марафон, вот тебе проживание Арканов. Ты говоришь, хочешь денег много зарабатывать, да, но не знаешь, что делать, не знаешь, как поступить. Ты уперлась вот в потолок, да. Ну, то есть, ну, как течешь по течению. Вот тебе, пожалуйста, денежный марафон на открытии денежного канала. Они психологические, они не эзотерические. Так пойдите, вот тебе, пожалуйста. Ты не плачь, пойди в марафон. Он в закрепленном комментарии в магическом чате. Или, например, ты говоришь там, вот, все не получается. У меня кладбище проектов, мне лень и так далее. Вот. В маге ты проработаешь это. В императоре подточишь, да. Так же в императрице ты проработаешь свою убитую тоже самооценку, да, как в том марафоне, который в магическом чате закреплен. Так и в проживании ты это можешь сделать. Все триггеры детства ты в шуте можешь проработать. В дьяволе ты вообще будешь красавчиком, которого все мужчины любят, оглядываются и слюни пускают. Так, пожалуйста, это же, многие не понимают, что такое проживание арканов. Это психологические проработки. Но так же вы изучаете параллельно Таро, но это не важно, ну, не так сильно важно. На первом месте в проживании арканов это проработка твоей жизни. Это не магия, это психология. И причем очень сильные это практики. Вы пропускаете через себя вот это все. Вы прорабатываете потихонечку. Это те самые маленькие шажки, о которых постоянно и Анна говорила, и я говорю. Так, пожалуйста, зачем сидеть в жертве, горевать по своей жизни, по бывшему партнеру, закапываться в какие-то... Я плохая, я некрасивая. Вот тебе императрица, зайди в нее, сделай, что у тебя таких мыслей даже не возникнет. Так, пожалуйста, вот все инструменты вам даны. Пожалуйста, просто заходи. Скоро добавится манифест. Итак, давайте мы с вами приступим к раскладу. Я ссылки все оставлю, но, видите, вы... Вам многим, не вам всем, вам многим удобно страдать. И вот этот факт я принял уже, понимаете, что я вот зову-зову, говорю, вот, а чего ты, у тебя же жизнь вот так вот по наклону идет. Зайди в проживание, вот, пожалуйста. Человек говорит, мне чего-то лень. И у одной девочки я спросил, а давай ответь мне честно, да, в личку мне многие пишут по ночам, которым не спится, да. И вот мне одна девочка написала, вот так и так проблема. Я говорю, так ты же, у тебя проживание арканов, так зайди. Вот оно у тебя, ты уже есть в магическом чате. То есть не надо ничего делать, просто посмотри видео, начни смотреть, начни. Там подробная инструкция к каждому видео. Там лекция часовая у каждого. А потом медитация для вхождения в арканы, да. Плюс я читаю и веду эти проживания арканов два года. Я же читаю каждого. Ты не остаешься одна. Так зайди. Ой, мне чего-то лень. Я, наверное, начну с июля, да. С июня. Смотрю, отчетов нету. Говорю, ну чего ты? Зайдешь, нет. Сегодня-то уже там в начале 20-х, 20-го или 21-го написала. Зайдешь, нет. Ой, я, наверное, с июля. И понимаете, да, фишку? Она откладывает. И вот это откладывание так всю жизнь. То есть всю жизнь ты будешь страдать, горевать. Ты уже в магическом чате, у тебя эта подписка оплачена. Ну так зайди, вот, просто смотри видео. Но девочкам удобно страдать. Потому что лень выйти из этой зоны комфорта, которая страдательная. Кто-то пишет, вот, постоянным пишут, ой, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно зайти в нее. Ну, это же глупо. Ваша зона комфорта, это и есть то вот это, в чем вы находитесь на постоянной основе. То есть плывете по течению, и это ваша зона комфорта. Вам, вы страдаете и не хотите ничего для этого делать, это ваша зона комфорта. Вы в ней уже, понимаете? Вот обращаюсь к умным людям, которые хотят поменять. Заходите. Не сбегайте. Я, Арканы, проживать очень тяжело. Сразу говорю. Это не для тех, кто... Ой, попробуй так далее. Ну, я это много раз говорил уже. Это для тех, кто реально готов что-то делать. Готов хотя бы лежать в сторону своей мечты. Это для тех. В шуте вы проработаете детство. В магии вы проработаете то, что вам все по плечу. И вот эти вот кладбища проектов, которые вы забросили, или у вас есть задумка, но вы ее не исполняете. Это все в магии. И так далее, и тому подобное. Понимаете? Император вас научит ценить свои силы. И так далее, и тому подобное. Так, пожалуйста, вот оно все. Марафоны созданы. Все создано. Инструменты самые мощные. Мощнее я не видел. Но ваша зона комфорта почему-то страдать. Я вот не люблю вот такие расклады про отношения, но вы другие не смотрите. Я бы с удовольствием снимал архетипы и тень на самопознание, на самореализацию. Я очень много книг по психологии изучил, психотерапию вместе с Аней. С Аней читали книги, выбирали, слушали, когда куда-то ездили. И вот вам создано все. Пожалуйста, пользуйтесь. Хватит страдать. Знаете, я что скажу не так? Разрешите себе не страдать. Вот ответь мне в комментариях. Ты разрешаешь себе не страдать? Вот. Немножко ремешка дал. Моим юным пиратам. И давайте начнем наш расклад. Важные перемены, которые идут в вашу жизнь. Этот расклад не для тех, кто закрылся дома, сидит, ничего не... И даже не выходит из дома, да? Этот расклад для тех, кто живет эту жизнь. Знаете, да, разницу, понимаете? Не нужно объяснять, да? Одни живут, другие существуют в своей зоне комфорта. Если закрыться в четырех стенах и никуда не выходить, то ничего в жизни и не произойдет, и не поменяется в лучшую сторону. Вот так вот. Итак. Итак. Эта карта у нас первого варианта. Эта карта у нас второго варианта. Эта карта у нас третьего варианта. Выбирайте свою карту и начинаем с первого варианта. И у первого варианта влюбленный. Все мы знаем, что влюбленный – это выбор, да? И тебя ждет впереди период, когда тебе придется сделать важный выбор, который повлияет на всю твою жизнь. И этот выбор, он может казаться не только про любовь, да, но и других важных вещей твоего существования. То есть карьеры, личного развития, жизненного пути и так далее. И важно прислушаться к своему сердцу и интуиции, ведь именно они подскажут тебе правильный путь. Эта карта, она показывает на глубокие вот эмоциональные связи, на отношения. И влюбленный часто символизирует партнерство и союз, основанный на взаимопонимании и искренности. И если ты находишься в отношениях, то этот расклад означает, что ваши чувства будут углубляться, и перед вами встанут важные решения, связанные с вашим будущим. Это время для того, чтобы вывести отношения на новый уровень. Важная перемена, которая идет к тебе, это твоя свадьба, совместное проживание или предложение руки и сердца. И влюбленные, они также говорят о необходимости гармонии. Важно найти золотую середину между своими желаниями и обязанностями, между личными целями и потребностями близких людей. И этот новый этап жизни, он потребует от тебя способности видеть картину в целом и принимает решения, которые будут приносить пользу. Понимаешь? Перемены, которые несет с собой вот эта карта, они могут быть связаны с новыми возможностями и перспективами. Это время для того, чтобы открыться новым впечатлениям и опыту. Перед тобой откроются двери к новым карьерным возможностям, к творческим проектам, ну или там в плане отношений, да, новые двери откроются. Ну, ты понимаешь, да, что я имею в виду? Возможно, появится мужчина в твоей жизни, если его нет. И вот эти возможности, ну, двери, которым открыты, да, они принесут тебе радость, принесут тебе удовлетворение. И вот карта влюбленная, она же про выбор, о важности выбора. И этот выбор, он основан на честности и любви. Ну, не обязательно любви к партнеру, да, а любви, любовь это может быть к работе, да. Возможно, ты тот человек, который любит больше карьеру, чем отношения. И вот у тебя будет вот этот выбор. То есть у тебя откроется выбор на основании вот этого. Или любви, или честности и так далее, да. И тебе не нужно бояться следовать за своим сердцем, даже если это потребуется очень много решимости, да, твоей. Настоящая сила заключается в умении принимать решения, которые соответствуют твоим истинным желаниям, твоим истинным ценностям. Понимаешь? Вот понимаешь ты, о чем я хочу тебе сказать? И вот этот новый этап жизни, который идет к тебе, он принесет с собой не только изменения, но и возможности для личного роста и развития. Ты также можешь встретить новых людей, которые окажут значительное влияние на твою жизнь, да. Познакомишься с кем-то. И эти люди или человек один, да, он поможет раскрыть тебе твой потенциал. И это время, оно для того, чтобы укрепить еще старые связи. И, соответственно, создать новые, которые будут наполнять твою жизнь, понимаешь, вот этим вдохновением, радостью, смыслом. И вот если резюмировать, то карта влюбленная, она говорит о том, что тебя ждут важные перемены, связанные с выбором и эмоциональными связями. Тебе нужно быть готовой принимать решения, которые будут основаны на любви и честности. И не нужно бояться открываться новым возможностям. У тебя будет выбор или сидеть в своей, как говорится, зоне комфорта, но это такое слово не очень не нравится, в своем болотце, так скажем, да. Вот будем называть, давайте с вами будем называть зону комфорта болотцем. То есть у тебя будет выбор или сидеть в своем болотце, или выйти из него и начать новую жизнь, да. Тебе, то есть, предложат эти новые люди, вот, например, а давай ты вот выйдешь на работу туда-то, да, или наоборот, там, человек появится в твоей жизни, ты не хочешь отношений, да, а он появится. И у тебя будет выбор или сидеть в своем болотце, или начать отношения с этим человеком. Но правильный выбор, то есть вот эта перемена, если ты примешь эту перемену, она принесет тебе радость, она принесет тебе гармонию, она принесет тебе вот глубокое удовлетворение, если ты будешь следовать за своим сердцем, доверять своим инстинктам, интуиции. Понимаешь? То есть, опять резюмирую, у тебя будет выбор или сидеть в своем болотце, или все-таки начать эти отношения, или этот человек предложит работу, то если ты выберешь выйти из своего болотца, у тебя будет гармония, любовь и так далее. Понимаешь? Но карьерная возможность, ни в какие-то там схемы не вступай, только карьерный рост. Понимаешь, да? То есть, три вещи. Карьерный рост. Тебе предложат, например, новую должность, попробуй, да? Или человек придет в твою жизнь, который захочет с тобой отношений, а ты не хочешь отношений. Вот если ты не хочешь отношений, говоришь там, да ну нафиг их, я лучше собой займусь, то как раз вот именно тебе придет человек для отношений. Выбери отношения. Попробуй на вкус, что это такое. Вот такой у нас был первый вариант, а мы с вами давайте перейдем ко второму варианту. У двоечек четверка жезлов, и она говорит о том, что грядут перемены, которые связаны с завершением важного проекта или этапа в твоей жизни. И это может быть успешное окончание какого-то большого проекта на работе или завершение учебы или реализация давно задуманного плана. Ты почувствуешь удовлетворение от достигнутых результатов и сможешь насладиться заслуженным отдыхом и признанием. Эта карта, она также указывает на радостные события в личной жизни. То есть в ближайшем будущем ты получишь какой-то праздник. Это или свадьба чья-то, да? Ну или тебе, может, предложение сделают. Или какой-то юбилей, или семейное торжество, связанное с семьей. А четверка жезлов, она же про единение, про гармонию. И поэтому тебя ждут вот приятные моменты в кругу очень близких и любимых людей. И подготовься к тому, что будешь окружена любовью и поддержкой. И кроме того, вот четверка жезлов, она намекает на перемены, на перемены, связанные с домом и жильем. Возможно, ты переедешь в новое жилье или завершишь ремонт там, где ты живешь. И это в будущем, это время для создания уютного и комфортного пространства, где ты будешь чувствовать себя в безопасности и гармонии. И эти перемены принесут в твою жизнь чувство стабильности и удовлетворения. Я больше склоняюсь к тому, что ты переедешь. Но если ты делаешь ремонт, то значит и ремонт. И так же эта карта, она может предвещать успехи в карьерном росте. Ты можешь получить повышение или признание за свою работу. Это будет тот момент, когда твои усилия и труды, они будут наконец-то замечены и оценены по достоинству. Так же ты почувствуешь, что твоя профессиональная жизнь, она движется в правильном направлении. И это даст тебе вот дополнительный стимул для дальнейшего роста. Сейчас лето, и пойми одно, всем лень. А когда всем лень, тебе нужно, как сказать, прыгнуть на работе на ступеньку выше, потому что тебя сразу заметят. И эта карта, она говорит, что если ты его так сделаешь, ты получишь повышение и признание. Понимаешь? Так же не исключено, что впереди тебя ждут новые социальные связи. Потому что четверка жезлов, она же про гармонию и единение. Поэтому это может быть время для того, чтобы завести новых друзей. Ну или укрепить отношения с теми людьми, которые уже есть рядом с тобой. Это не обязательно могут быть друзья, это могут быть коллеги, партнеры и так далее. И эти связи, они принесут тебе радость и поддержку. И это именно будет помогать тебе двигаться вперед. Понимаешь? И если резюмировать, то четверка жезлов, она говорит о том, что тебя ждут значимые радостные перемены. Это также тебя ждут, как называется, семейные события, какие-то радостные. И, возможно, это переезд в новое жилье или успехи в карьере. Ты вот от этого получишь огромное удовлетворение и гармонию, наслаждаясь плодами своих трудов и поддержкой близких друзей. Поэтому подготовься к этому новому этапу в жизни и прыгни. Вот этот «сделай прыжок». Понимаешь? Вот такой был у нас второй вариант. Давайте перейдем к третьему варианту. У троечек шестерка кубков. И она говорит о том, что в ближайшем будущем тебя ждут значительные перемены в личной жизни. И они связаны с возобновлением старых дружеских или романтических отношений. Ты воссоединишься с кем-то из своего прошлого, кто когда-то был тебе дорог. Понимаешь? И не обязательно это бывший вернется. Это, может быть, приедет старая подруга или друг и так далее. И эти перемены, они принесут в твою жизнь тепло, радость и чувство ностальгии. Представь, что однажды ты встречаешь старого друга или первую любовь, с которой у тебя когда-то были теплые отношения. И вот этот человек, он возвращается в твою жизнь. И вы начнете заново строить отношения, наполненные теплом и радостью, но отношения не обязательно романтичные, а отношения, взаимоотношения. Эти перемены, они дадут тебе ощущение безопасности, ощущение комфорта. Словно ты вот вернулась в родные края, где все знакомо и приятно. И вот возвращение этого человека в твою жизнь, оно принесет новые возможности для личного роста. Вы вместе вспомните вот старые мечты, повспоминаете, и вот вы начнете их воплощать в жизнь. Это будет время для того, чтобы вернуться к тем увлечениям и занятиям, которые когда-то приносили тебе радость и вдохновение. И эти перемены, они также повлияют на твою эмоциональную стабильность. Ты успокоишься. То есть вот сейчас ты вот такая вот шебутная, и вот ты обретешь вот эту эмоциональную стабильность с этим человеком. воссоединение вот с этим человеком из прошлого, оно поможет тебе переосмыслить некоторые события, которые вот остались незавершенными. И ты сможешь завершить вот эти старые эмоциональные циклы и найти покой в своем сердце. Понимаешь? шестерка кубков, она также указывает на то, что это время для прощения и исцеления. И возможно у вас с этим человеком были какие-то неразрешенные конфликты или там недомолвки. И сейчас у тебя вот будет возможность поговорить и решить вот эти все старые проблемы, чтобы начать новые, более здоровые и гармоничные отношения. и вот эти перемены они принесут в твою жизнь чувство завершенности, чувство удовлетворения. Ты почувствуешь, что некоторые части твоей жизни они вот встали на свои места. Понимаешь? И вот твое сердце, оно будет наполнено теплом и радостью, а твоя вот душа спокойствием и гармонией. Понимаешь? И подготовься к этому вот этапу и прими этого человека из прошлого. Еще раз повторю, не обязательно это бывший, это возможно дальнее, дальнее говорю, давняя подруга. Понимаешь? Это идет к тебе и с этим уже ничего не поделаешь. Понимаешь? Вот такой был у нас у троечек расклад и чего бы у вас ни случилось, помните, что дед всегда рядом. троечек и да. Субтитры создавал DimaTorzok